Чемодан это, конечно, важная вещь любого путешествия, но начнем с АЗОВ, с организации турпоездки за границу. О юридических тонкостях заграничного тура говорим этим утром с юристом Сирином Зариповым. Доброе утро! Доброе утро! Давайте начнем с самого начала, с момента, когда мы оформляем договор. На что нужно обратить внимание и что обязательно должно быть прописано в договоре с турфирмой? Я бы рекомендовал всем в первую очередь обращать, кто является туроператором этой поездки. Если это какой-то малоизвестный туроператор, обязательно его нужно посмотреть, его репутацию. Состоит ли он в рейстре туроператора, в принципе, существует такая компания или не существует. Можно прийти в аэропорт на предполагаемый рейс, а выяснится, что такого рейса в принципе нет. К сожалению, мошенников очень много сегодня, и в первую очередь надо смотреть, кто организатор. Во-первых. Во-вторых, у нас есть федеральный закон о туристической деятельности, и там есть конкретно четкий перечень, что должно отражаться в договоре о продаже туристического продукта. Это страна, что входит в этот туристический продукт. Проживание, питание, время, вылет и ряд целых других моментов, параметров. Как правило, у всех туроператоров уже готовы стандартные договоры, и что-то привносить в эти договоры достаточно сложно. Поэтому просто нужно посмотреть, нормальная ли это компания. Если компания нормальная, адекватная, то, скорее всего, в договоре все в порядке. То есть интернет нам даст подсказку нормальной компании турниры. То есть доверяй и проверяй в первую очередь. Конечно, конечно. А что нужно помнить при поездке с несовершеннолетними детьми? Какие-то тонкости есть? Вы знаете, с несовершеннолетними детьми, да, конечно, есть определенные тонкости. Значит, на сегодняшний день российское законодательство, если ребенок выезжает с одним родителем, российское законодательство не содержит обязательного требования, чтобы была доверенность от второго родителя. Но есть ряд стран, которые не дают визу без согласия второго родителя. Поэтому надо уточнить перед тем, как идти за визой, требуется ли согласие второго родителя. Это во-первых. Во-вторых, если вдруг у родителей плохие отношения между собой, бывает так, что брак расторгнут, ребенок с одним родителем, второй родитель где-то вдалеке. Тут времени начинает, да? Да. Второй родитель вполне может закрыть выезд ребенка из страны. Ну, то есть он просто приходит в службу пограничного контроля, пишет заявление о том, что он против того, чтобы его ребенка вывозили из страны. И все, ребенка вывезти нельзя. И эту проблему можно будет решить только через суд. В судебном порядке уже снимать этот запрет. Родитель, который наложил запрет, должен доказывать, почему он это делает, чего он боится. Родитель, который пытается вывезти его из страны, должен доказывать, для чего он пытается вывезти ребенка из страны. Представим еще одну себе ситуацию, когда мы на личном автомобиле отправляемся куда-то за границу. Здесь как это все организовать? Что нужно, да, может быть, какие документы при себе иметь? Как правило, ничего особенного. Достаточно документов на машину. Но права международного образца, страховка обязательно. И желательно, чтобы эта страховка действовала и в той стране тоже. Не только российская страховка, но и в той стране тоже. Не дай бог, будет какое-то ДТП в той стране. Вполне можно будет воспользоваться этой страховкой. Если вдруг машина принадлежит не вам, то нужна обязательно материальная доверия. Спасибо большое, Серин. Мы продолжаем нашу программу.